Ола, амигос, на связи Матвей. У вас, наверное, возник вопрос, куда же я пропал? А я вам отвечу, я пропал на своих двух других каналах по Майнкрафту и по КРМП. Кстати, ссылочки на них ты сможешь найти в закрепленном комментарии под этим видео. Ну а сегодня в этом ролике, как вы все любите, мы будем бомбить, мы будем хетить, мы будем возмущаться всеми нашей любимой игрой под названием Fortnite. Я хочу сказать, что я ненавижу Fortnite. И нет, я не хочу сказать, что я ненавижу Fortnite как игру. Сама игра очень хорошая и прикольная. Я хочу сказать, что я ненавижу комьюнити Фортнайта. И нет, я опять же не хочу сказать, что я ненавижу токсиков, других плохих игроков, потому что такие есть абсолютно в любой видеоигре. Я хочу сказать, что я ненавижу медиасферу Фортнайта, а конкретно медиасферу в СНГ-сегменте. Ведь что, как не Ютуб, держит абсолютно любую игру, про которую снимают видео? Именно благодаря этому игра популяризируется, привлекаются новые игроки и создаются сообщества по этой игре, в котором игрокам не дают скучать. В общем, плюсов много. Но, к сожалению, это не относится к нашей игре, потому что медиа Фортнайта в Ру-сегменте в полной жопе. Ютуб по Фортнайту во всем СНГ запланили однотипные дебильные новостные каналы с однотипными видео и с однотипными кликбейтными обложками. Олдовые крутые каналы по какой-то причине уходят из игры, новичков не появляется, ну а нормальных ребят осталось всего лишь несколько. К примеру, давайте возьмем одного ютубера по Фортнайт с ником Мелвер. Уверен, все, кто смотрит это видео, его 100% знают, потому что Чил реально красавчик, очень популярный, при этом еще и новичок. Видео он начал снимать в начале второй главы, очень жестко хайпанул во времена 12 сезона. Это реально, можно сказать, прорыв для комьюнити Фортнайта. По итогу, за полтора года плюс 200 тысяч подписчиков, по 100 тысяч просмотров стабильно на каждом видео, при этом от тематики Фортнайта он никуда не уходит. И почему-то последнее видео было выложено практически 3 месяца назад. Что происходит? И таких примеров можно привести очень много, я даже про Лейна говорить не буду. Но вот почему-то с 2021 года в Фортнайте не одного нового автора. Есть куча ребят, начинающих которых снимают реально крутые видео, но они также остаются незаметны. Зато разные кликбейтные видео по типу бесплатные награды постоянно находятся в ротации. Ну и вообще, на данный момент существует всего лишь 3 категории Ютуб-каналов, которые собирают нормальные просмотры на видео по Фортнайт. Первая категория, это, конечно же, олдовые каналы, авторы которых снимают эту игру с самого начала. Это такие каналы, как канал Яла, Упола Фортнайт, ну и так далее. Вы их все прекрасно знаете. У меня к ним вопросов нет, ребята, реальные молодцы. Несмотря ни на что продолжают снимать Фортнайт, именно на них строится современное сообщество этой игры. Вторая категория, это киберспортивные каналы. Но тут, я думаю, ничего объяснять не стоит, потому что сейчас в Фортнайте без киберспорта абсолютно никуда. Я лично эту тему не одобряю, мне не нравится киберспорт. Но, опять же, я не осуждаю, потому что, на самом деле, тема хорошая. Это такие каналы, как Fortnite Best Moments, которые делают нарезки стримов разных киберспортсменов по Фортнайт, канал Туза, других киберспортсменов по этой игре. Ну, в общем, я думаю, вы меня поняли. Ну, и третья, самая дебильная категория каналов по Фортнайт на Ютубе, которые, по факту, рушат наше сообщество, это, конечно же, новостные, в кавычках, каналы, которые, по факту, ни хрена не делают. Они либо перезаливают официальные промо-ролики Фортнайта, либо снимают откровенное кликбейтное говнище по типу бесплатных наград и так далее. Эта категория каналов набирает свою популярность только благодаря кликбейтам и наивным доверчивым зрителям, которые верят всему, что говорит автор, ну и, конечно же, участвуют в его фейковых розыгрышах. К примеру, для этой категории я могу предоставить такие каналы, как каналы Вредея, Форит, ну и так далее. В общем, это обычные говноеды, которые снимают полное днище, которые рушат наше сообщество. Ну и, к сожалению, среди всех этих категорий нет ни единого места новичкам, которые только начинают снимать видео по нашей игре. Я разочарован, что у нас в Фортнайте так плохо развито медиапространство. Более того, скажу, что его у нас вообще не существует. А ведь благодаря медиапространствам и развиваются разные игры. Ведь если у игры нет медиапространства, то, грубо говоря, игра стагнирует, несмотря на то, насколько бы популярной она не была. Именно медиапространство создает сообщество игры. Именно оно связывает между собой не только ютуберов, которые делают видео по конкретной игре, но а также игроков и обычных людей, которые просто в этом заинтересованы. Так они будут всегда обделены новостями, вниманием, ну и так далее. У нас в Фортнайте, конечно же, такого нет. У нас же в Фортнайте каждый 47-ми хромосомный дебил пытается создать свое сообщество в Фортнайте, выпускает свои бесполезные новости, снимать кликбейтные видео по типу бесплатные награды абсолютно всем. И какой толк с этого? Это очень сильно портит общее сообщество игры. Грубо говоря, общее сообщество игры разделяется еще на более маленькие, бесполезные подсообщества этой же игры. Нет какой-то общей сплоченности игроков в одной же игре, в котором они могли бы общаться, обмениваться новостями, были бы единой нормальной правдивой новости, а не вот это вот кликбейтное говнище. И именно благодаря таким медиапространствам многие новички могли бы обрести свою популярность. И если под словом «новички» вы воспринимаете какого-то школьника с придящим микрофоном, это далеко не так, ведь на самом деле в Фортнайте существует большое количество начинающих авторов, которые делают реально годный контент, но при этом они все равно остаются незамеченными. Вы просто не представляете, как мне было вначале сложно как-то продвинуться. Меня все в том, в кавычках, мобильном сообществе в Фортнайт хейтили, никто меня не воспринимал. Ну и как по итогу, теперь я и есть сообщество Фортнайт Мобайл. И после этого почему-то все еще удивляются, почему Фортнайт больше не актуален, почему Фортнайт мертв. А мертв он потому, что никто не хочет его развивать. Нет медиапространства. На территории СНГ существует большое количество ютуберов по Фортнайт, крупных и не очень, но все они снимают видео, как будто они одни играют в Фортнайт. Никто не знает, что такое слово коммуникабельность, они все друг друга игнорируют, если еще и не хейтят. И именно поэтому я считаю, что Фортнайт помойка. Игра сама по себе великолепная, разработчики молодцы, выпускают много обновлений, но посмотрите, что с Фортнайтом сделали наши ютуберы. К сожалению, я сам в одиночку никак не могу исправить эту проблему, так как сам являюсь маленьким каналом. Но вот решил ее все-таки вынести в массы, надеюсь, вы поняли всю суть и поддержите мои идеи. Но справедливости ради, хочу сказать, что совсем недавно я нашел один очень маленький канал на ютубе, посвященный как раз-таки медиапространству Фортнайта. Канал называется Fire, парень явно старается, снимает очень интересные видео по тематике медиапространства Фортнайта, в частности, моя любимая рубрика Форт новости ютуба, в которой он рассказывает про новые интересные видео от разных популярных контентмейкеров по Фортнайт. Кстати, в одном из видео я там тоже засветился. Так что, ребят, если вы хотите быть в курсе всех последних событий медиа-сообщества Фортнайта, ну или просто ищите что-нибудь интересное на ютубе по этой игре, обязательно чекните канал Fire, он вам все расскажет. Ну а также у него в разделе канала вы можете просмотреть всех ютуберов по Фортнайт, которые только есть на территории СНГ. Кстати, я там тоже есть. В общем, все это вы найдете у него на канале. А его канал вы найдете по первой ссылочке в описании под этим роликом. Ребят, надеюсь, вы подпишетесь и поддержите этого парня, потому что он явно старается на благо всего сообщества Фортнайта. И именно благодаря ему, я уверен, оно еще проживет не один год. Ну а на этом у меня пока что для вас это все. Огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вы поняли всю суть этой проблемы и обязательно меня поддержите, если вы неравнодушны, потому что на самом деле именно это и тянет Фортнайт на дно, по крайней мере, на территории СНГ. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу и кого смотрите на Ютубе по Фортнайт. Ну а если именно ты хочешь халявный лайк лично от меня и ты также поддерживаешь мои идеи, то обязательно в комментариях пиши хэштег Медиа Фортнайт. Только так я смогу понять, что ты досмотрел это видео до конца, ну и, конечно же, все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну а по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Надеюсь, СНГ Фортнайт будет жить.